Добрый день, в эфире Ранунг ТВ. У нас на прямой линии народный артист России, болгарский и российский советский певец Бедрос Киркоров. Здравствуйте, Бедрос Филиппович. Спасибо, что согласились участвовать в нашей передаче. Мне приятно всегда с Арменией поговорить. Жалко, что не знаю хорошо армянский язык, по армянски поговорить хорошо было бы, поняли бы все. Но ничего, по русски поговорим, это международный язык, так что русский знает все и все даже не знают. Давайте вернемся в прошлое. Кем были ваши предки? Как думал, как я этой маленькой рукой вышивал от кожи кожей. Козлиная кожа очень крепкая, очень такая тонкая и очень податливая к работу. Вот эти маленькие пипетки, они были два цвета только розовых и голубых. Розовых для девочек, голубых для мальчиков. И был на расхвате, единственный он был в городе. Но получилось так, что 15-й год, геносит начинается, а дедушка жил в Истамбуле. От окраина Истамбура, там какой-то деревни. В городе потом, до этого жили, а потом уже перешли туда, в деревню жили. Когда началось резня, он собрал все своих однощелцам. Он был, знаете ли, хаджи, хаджи. Он объехал в молодости очень много стран. И его сделали хаджи. Хаджи называется тот человек, который попал в Иерусалим, попал там в такие места, где исторические. Ну, короче говоря, его просто получилось так, что, как был лет 16, однофамилец в деревне оказался большим бандитом. Однофамилец в таком смысле, что имя, отчество, фамилии все одинаково. И когда сказали, где живет Татьос, Хугасов, Рутинян, а вот этот дом. И они забрали без суда, без следствия, в тюрьму посадили его. Это мамина ли не дедушка был? Дедушка мамина ли не был? Или папина ли не был дедушка? Это мамина, мамина. А Рутинян сказали, поэтому. Да, Рутинян. Рутинян, он Татьос Рутинян. А мама перевоз тоже Рутинян. Постойте, имена-то уже спутал я. Но мама был Софик Татьос Хугасова, да. Татьос, это Софик Татьос Хугасова. Папа был перевоз Киркор Рутинян, да. Папа был Рутинян. И начали его, конечно, мать была очень загруженная такая. Очень любила его. Но сосед по дому. Был Ходжа, знаете ли, мусульманин, который преподавал, мусульманин в церкви, который Ходжа. Это как их священник, турецкий священник, Ходжа. Мула, мула, мула. Который преподает, в мечети поет. Он сказал, знаешь, говорит, я напишу фирман. И этот фирман говорит, покажу тебе, что делать, как подавать. И когда султан будет выходить из дворца, сразу сделаешь то, что я тебе скажу, порепетирует. Делаешь то, что я скажу. А там был тогда такой порядок. Султан, когда выходит из своего дворца на коне и объезжает свой город, всех валит, всех кайчат. Если кто-то хочет какое-то прощение подавать, должен побежать к коню султана. Поднятой рукой наверх фирман держит. Вот только фирман такой кусочек бумаги, накрученный на круг. Значит, это просьба будет. Но не смотрит на него. Смотрит только на пол внизу. Только руку поднимает. Это значит, женщина, которая имеет просьбу к султану. Он посылает при этом положение уже своего помощника. Тот забирает, отдает ему. И она тут же должна отступить дорогу, когда фирман заберут, и уйти в сторону. Вот такой порядок был у турков. А она была армянка. Эту просьбу они подали. Надежда, что мой сын честный, что он по ошибке поставил тюрьму. Короче говоря, после этого начали его искать. Он очень такой был, можно сказать, буйный. Он эти решетки от тюрьмы, он очень сильный, просто с руками раскрыл, и оттуда прыгнул. Там была вода, море было. Это на берегу моря была тюрьма. Он прыгнул оттуда и убежал. И ехал в других странах. Через лет, не знаю точно сколько, но ему было уже где-то за 20 лет, он вернулся уже домой. И это случайно случилось в Афганистане, или где-то. Встречает односелчанина своего. И он узнает его. Татьос, манчос, иншканес астегов. Иншкадрымес астегов. Туна зади сайли, вот, мамат кези, перман кэрис, султанин, азадицин кези. Давай, говорит, поторгуем сейчас вместе со мной, я тебя обратно повезу домой. И так он, случайно, это его спасла, он вернулся. И когда пришел домой, едет, говорит, вот твой дом, вот, говорит, твой дом. И, да, помню, мой дом. И в этот момент мама выходит из дома, не узнает его и походит мимо. А по-армянски мы говорим мама, правильно? Да, Майрик. Мама. Майрик, Майрик, Майрик. Мама, мама. А он мама. Да. А он ей всегда говорил Анне. А Анне это по-турецки. Мама. Понимаешь? И когда он прошел мимо, Анне, Тюне узнала меня, она посмотрела на него и в омрак упала. Он повез ее домой. И вот так он вернулся домой. А когда начался геноцид, уже, он уговорил от нашелца, что мы пойдем в ту сторону, где греки приезжают. А греки приезжали, контрабанда, там какое-то место было, торговали своими товарами. Но иногда ходили туда вот эти красные одежды, как называется, еничали, еничали, солдаты еничали. Фактически это были тоже не чистокровные турки, а когда рождалось во время рабства мальчик, это и у болгар было так, когда 500 лет в Болгарии были под рабство, мальчиков убирали. Просто убирали этих турков. И от них делали самая страшная, жестокая армия. От этих маленьких детей выращивали солдатов. И даже когда освобождали Болгарию, генерал Скоголь, главнокомандная Ширско-Турецкая война, говорит, ребята, в красных костюмах не убивайте, берите плен, это армяне или это болгария. Вот такая ситуация была. Ну, короче говоря, когда они ехали уже туда к грекам, на встречу им попался пастух. Говорит, куда вы идете? А пастух-турок, который пасет овец там в горы, в гараж. Говорит, мы идем на берег. Не надо, говорит, туда идти, там, говорит, полно аскер. И то, говорит, красные, эти, как называть, еничери. Они, говорит, прямо режут, говорит, армян без спроса, без ничего. А что нам делать? А они были где-то около 20-30 человек. Он говорит, давайте, говорит, у меня здесь наверху есть хижина, я вас подержу там. А когда они продают товар, уже заканчивается продажа, аскери оттуда уже уходят. Они оплачивают там свои какие-то пошлини или что-то, и потом уходят уже. Аскери, остаются они, и тогда они на обратном пути брали армян, греческие корабли. И вот так турок спас всю эту деревню, можно сказать. Но они, когда ходили туда, в этой, как называется, хижина, где они, он спрятал их, наступила уже, можно сказать, уже зима. А надо ехать уже, иначе греки больше на зиму не придут. И последний корабль, когда он нанял уже, пришел, сказал, давайте, ребята, все, но все, то, что есть у вас, вот эти тазы, медные тазы, там они все брали хозяйство с собой, иначе придут туда, куда что будут покупать, оставляйте, говорит, побольше народа возьмем. И вот так дедушка спасся от этой резни благодаря турка. И поэтому он вообще с турками очень дружил. И он пел эти турецкие песни, они очень такие напевные, он пел эти песни старинные, у них есть такие, как Саятнова, как Ашухадиб, есть такие Ашуги, наши армянские, тоже такие песни поют. и получилось так, что когда они уже на корабле приехали в Болгарии, дед смотрит, сначала корабль остановился в Грецию, кто хотел остаться в Греции, вышел в Грецию, а потом вернулись они, корабль остановился в Болгарии, а когда в Болгарии пришел, в Болгарии там было 500 лет по-турецкое рабство, каждый 5-6-й Болгарии великолепно говорил по-турецки, он видит, что народ говорит по-турецки, а говорит, здесь останемся. В Грехах я, говорит, не понравился, там греческий я не знаю, а это говорят по-турецки, здесь останемся, и они остались в Варне. Город Варне это морской город, это был 15-й год, маме было 8 лет, она родилась в Истанбуле, и в честь храма Святой Софии, там есть византийский храм построен во времена Византии, между прочим, византийских императоров мы имели очень много на времена истории. Очень много византийских императоров становились армянами. Они своих дочерей и своих сыновей давали всегда на смешанный праг между армянами. И здесь получался очень хороший тенденк и очень хорошие императоры. Так говорят исторически, я не знаю исторически, вы даже не знаете, так ли это. И вот так они попали в Болгарию. Когда Болгария пришли, там строили уже, была построена болгарская школа для болгарских школьников. Новая школа. Болгарии сказали, вот, говорит, вы беженцы, мы эту школу отступаем вам. А видите, говорят, двор какой большой, а армяне говорят, всегда церкву строят сами. А что значит, церкву они сначала хачкар делают, правильно? Да, да. И хачкара уже венчают, крестят. И вот на этот первый хачкар поставили и построили церковь, которую назвали Субсаркиз. Она и сейчас в Варне стоит, сохраненная, и там всегда службу велись. Всегда мы, когда родились туда, дедушка всегда вел на все эти церковные праздники, его все уважали. Был человек такой очень общительный, и не только общительный, он так как был в Афганистане, был в других странах южных, и был очень лечить людей. Он лечил людей с этими травмами. Мы 17-летние знали, что такое врач дома. Всегда он лечил. Простудился чуточку, вот ромашка заберет, нагреет там на сковородке, потом свинный намажет грудь свинным жиром, тепло, набросит это горячее, ромашка в сковородке туда одеваешь, вот эту рубашку и святок после какой-то шарфик, спишь ночью, утром уже все нормально, не кашляешь уже. Вот такие знал. Он лечил детей от энуреза, лечил от заикания. Такой был селитель. А расскажите о родителях еще. Кем были они? о родителях? Ну вот я хочу сказать, что во время войны к нему всегда ходили из деревни, носили старые вот эти туфли, которые вообще уже никто не брал чинить. Он говорит, принеси мне вторую пару, у тебя туфель есть наверняка. Я две пары сделаю одну. И действительно, он делал это. И деньги никогда не брал. Дедушка он никогда деньги не брал. Он говорит, ты мне принесешь две яички, ты пол курицы, ты мука. И вот так у него корзинка была такая плетеная. Он наполнял ее и каждый день носил после работы. Клал кухню. И там уже и яблоки были, и все то, что нужно. И конфеты были. И он всегда, когда ходил мимо школу, приходил, потом там напротив была школа, и другим детям давал, а бабушка ругала. Говорит, столько внуков у тебя, а ты раздаешь. А не бойся говорить, и за них будет, и за нас будет. Такой добрый сердечный человек. А родители мои потом это отцовская, это материнская страна. А отцовская страна, дедушка был такой очень буйный Южной Турции. Это Южная Турция, ближе к Израилу, где так дальше. Это город Бурса. И отец, дедушка вот это звали Гирагос, он был Тевчи Гирагос. Тевчи Гирагос это что значит? Тевчи это значит бунтовник. Потому что он в молодости собрал около 20-25 юных ребят и ушел воевать с Гарибалдей. Доброволец. А Гарибалдей стреляли они всегда не лежа на земле и прицел, а стоя винтовку держали на животе внизу. Снизу стреляли и прямо в живот попадали. А когда пуля попадает в живот уже спасти это трудно. И поэтому он был очень такой войственный и у нас фотографии есть весь патронах патроны такие спущенные как пояс сплеченный вниз и пистолет и он снятый там и шапка какая-то стоит гарибалдийская. Фотография одна такая осталась. Но дело в том что он когда приехал в Армении привез из Турции привез свое семейство должен был вернуться обратно с 10 человек они тоже оставили свои какие-то домашние дела в каком-то лесу в каком-то хижине и хотели уже обратно спять где-то человек 7-8 уехали обратно второй раз чтобы забрать это и привезти. но когда везли уже туда когда ехали туда на корабле его уже разисквали и были расклеены какие-то фотографии его один из греков который был моряк на корабле узнал и когда они спрятались там наверху ночью и на другой день собирается ехать утром просыпается вся хижина закрыто эти солдаты окружили их но у них у всех была винтовка они когда начали стрелять но разнокалибренные винтовки были и во время сна кто-то поворачивается налево направо и когда выходили видно карабина дедушка была спутана и когда он вышел сразу пять солдат свалил открыл дорогу хочет зарядить еще пять патрона поставить патроны не входят и так половина солдат были спутаны оружия всех их убили только один остался жив и то случайно он остался жив его застрелили но ногу застрелили где-то он упал на него кто-то другой армянин упал они так оставили их и ушли а когда уже ушли этот живый оставшийся вытащил какой-то турецкий пастух тоже и целую зиму он его ухаживал там дали заражение крови было и срезал ему пальцы и у него нога была вот этого жив который остался как у слона знаете пальчиков нету все срезано потому что отравления крови не было он срезал несколько баранов кожах там умевал что-то делал спас фактически его и вот так этот человек потом все рассказал что было а дедушка так и остался там а потом баба она когда пришел первый раз они когда приехали у него тогда носили знаете кемер такой пояс носили а пояс это как портмоне там и паспорт там и все деньги все этот кемер вытащил оставил жиле говорит вот тебе я вернусь но он не вернулся и она открыла кафе кафене знаете где играют нарды где играют армяне и вышла замуж за какого-то там другого армянина а папа уже был у него тоже было 8 лет когда они годки были с моей мамой и начали уже жить в Болгарии и так они ходили армянскую школу мама стала портмиха отец остался сапожником благодаря там хозяина который делали и вот так мои родители остались вон 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 Субтитры подогнал «Симон»